Приветствую вас, Эстет. Первое. Хорошая жена, есть оценка. Хорошая жена, плохая жена. Оценка может быть субъективной, то есть, в зависимости от взглядов человека, может меняться, может различаться. Вот, поэтому сама пацановка в образе является здесь некорректной. Не как мне быть хорошей женой, а как мне быть самой собой. Следующее. Жена, мать, любовница, женщина. Жена, это роль, которую человек отыгрывает. Но базовая роль, это роль общечеловеческая. И если вы реализуете себя как человека, как личность, то вы будете хорошей женой. И сведение же своей жизненной роли к роли жены является обесцениванием своей ценности, обесцениванием себя. И здесь мы переходим к очень важному моменту, что у вас занятие на самооценках. Вы в восприятии себя не ориентируетесь, к сожалению, на себя, на то, что важно вам. А пытаетесь это делать посредством другого человека, посредством опоры на другого человека. Что, конечно же, приводит к негативу. Хотя бы потому, что, отражая то, что хочет человек, вы демонстрируете ему самого себя. Что не всегда приятно. Дальше. Как быть хорошей женой, чтобы муж меня любил, чтобы был счастлив. Для любви не нужны условий, остыть. А счастье вашего мужа, это исключительно его ответственность и ответственность как человека. Не как мужа, а как человека. Я думаю, здесь у вас еще есть и проблемы с разграничением ответственности, с личными границами. Чтобы брак был крепким и семья благополучной. Ну, вы, конечно, извините, но нет каких-то уникальных решений для того, чтобы брак был крепким. Потому что крепкость брака устраивается на крепкости, ориентируя самого человека. Если ориентиры человека не крепкие, то брак крепким быть не может. Вот, в принципе, весь секрет. Что касается благополучия семьи, то, если честно, я не очень понимаю значение этого слова. То есть, нет, я знаю, что такое благополучие, но было бы лучше, если бы вы уточнили. Не совсем это, как мне кажется, про психологию. Заранее спасибо за ответ. Вот, смотрите, мне кажется, что вы чересчур зависимы от семьи. Мне кажется, что вы в какой-то степени боитесь ожидания, боитесь, что муж вас разлюбит. Это, опять же, про восприятие себя. Про деструктивное и бапорное восприятие себя. Это, опять же, про какое-то заискивание, завоевание любви. Вот, и, наверное, самый главный вопрос, который хочется вам задать. Что навело вас на мысль о том, что вы нехорошая жена? Что навело вас на мысль? Что навело вас на мысль о том, что жена вообще может быть хорошая или плохая? Что навело вас на мысль о том, что человек может быть хорошим или плохим? На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.